Дэбри Шутинг Вот уже второй год я наблюдаю за тем, как школьные предметы, о которых рассказывали мои родители, появляются у моих детей. Видимо, было что-то такое в советском образовании, от чего не стоило отказываться. Например, начальная военная подготовка. Ее возвращение в школьную программу, в образовательный план училищ, техникумов и колледжей сейчас поддерживают более 60% россиян. Уже со следующего учебного года, то есть с сентября, наши дети увидят еще один новый старый предмет в аттестате. Иногда мне кажется, что перекраивая систему образования, вводя в нее все новые и новые обязательные элементы, чиновники преследуют одну цель – сокращение разрыва между поколениями. Где же вы были эти 30 лет? Видимо, пытались удержать свою уходящую молодость. Обратите внимание, как быстро за последний год силами властей были возрождены советские традиции среди молодежи. О патриотизме теперь говорят не только 9 мая. В почете государственная символика. Создана новая пионерия. Вот и НВП появится. У меня есть два вопроса, кто будет вести и как предмет скажется на учебной нагрузке учащихся. Несмотря на то, что большая часть населения нашей страны поддерживает возвращение военной подготовки в обязательную программу, все же около 40% выступает против. Они задаются теми же вопросами, что и я. Из рассказов моих родителей у меня есть устойчивое представление, что НВП – это урок типа ОБЖ, где в лучшем случае тебя научат собирать автомат. Но, скорее всего, ты просто будешь 40 минут галдеть со своими товарищами и ничего не делать. А мог бы заняться математикой или поспать. Я очень надеюсь, что еще один новый предмет подтолкнет уже нашу систему образования к важной перестройке – полной или частичной отмене домашнего задания. Неплохо было бы заменить оценки на зачеты по некоторым предметам, например, по физкультуре. Но главное – пожелание к организации процесса у меня не к чиновникам и педагогам, а к родителям. Не нервировать своих детей, не добавлять лишние коннотации к слову «военный». Тем более в Псковской области, где оно встречается постоянно и часто пишется через черточку со словом «патриотический». Например, псковские общественники недавно создали группу по военно-патриотическому воспитанию. Какое время? Такие рабочие группы. В нашем пограничном регионе милитаризм был всегда. Против истории и географии не попрешь. Теперь он распространяется вглубь страны. Например, идет речь о возвращении военных кафедр в Медвузы. А спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для госслужащих сделать обязательным условием наличие военно-учетной специальности и службу в Вооруженных силах России. Такой вот симметричный ответ общества и власти на ситуацию в мире. Логика в нем явно есть. Однажды я пошла в аптеку и не смогла купить обезболивающие таблетки, которые активно рекламировали по телевизору. В качестве альтернативы фармацевт мне предложил аналог лекарства, препарат с другим действующим веществом. История произошла лет 10 назад, и это был первый случай в моей жизни, когда продавец не ответил на мой запрос. После того были моменты, когда я неоднократно забывала рецепт на антибиотике. Ни разу, ни в одной аптеке Пскова, мне не удалось получить такие лекарства, хотя я даже специально ездила в несколько разных мест и в разные районы города. Но замечу, далеко не каждый раз фармацевт внимательно изучал медицинскую справку, прежде чем продать товар. Потому меня не сильно удивила неутешительная статистика. За последние 10 лет в России выросло более чем в 2,5 раза число так называемых аптечных наркоманов. В связи с этим Госдума предложила новый законопроект. Согласно нему, юридические лица, то есть аптеки, их владельцы, а также фармацевты, которые продадут товар не в те руки, будут платить высокие штрафы за продажу лекарств без рецепта. Под особым надзором законодателей находятся психоактивные препараты, которые подлежат учету и находятся в списке Минздрава. Раньше от толчности продавцов страдали пациенты, что особенно негативно сказывало в сельской местности и в отдаленных районах города. Аптечные пункты там просто закрывали. Согласно новому проекту, теперь фармацевт получит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или запрет до года на работу в сфере. А владельцы точек продаж могут попасть на 200 тысяч рублей штрафа. Ужесточение наказания за незаконный оборот лекарственных препаратов не блажь в власти имущих, а часть работы по профилактике употребления наркотиков среди населения. Согласно все той же печальной статистике, о которой я уже упоминала, после опасных для психики препаратов многие зависимые переходят на тяжелые наркотики. В такой ситуации в качестве превентивных мер подойдут любые. И чем жестче, тем лучше. Транквилизаторы, антидепрессанты, серьезные лекарственные препараты, достаточно дорогостоящие для того, чтобы толкнуть фармацевта на преступления. Это вам не обезбол за сотку зажать. Вообще, я всегда горячо поддерживаю инициативы власти по наказанию нерадивых продажников, чем бы они ни торговали. Сколько ни говорят о том, что нынче каждый потребитель в состоянии защитить свои права, не могу с этим полностью согласиться. Чем больше инструментов для регулирования отношений между продавцом и покупателем предлагает закон, тем лучше. В тех экономических условиях, которые существуют сейчас, бизнес не стесняется преследовать свои интересы. А, впрочем, ничего нового. Связаны эти интересы исключительно с личной выгодой. Продать побольше и подороже. Обвинять предпринимателей в этом нельзя, даже если очень хочется, потому как экономика у нас рыночная. Спорить о ценообразовании также неэффективно. Новые инструменты контроля за оборотом и качеством продукции – единственная мера, примеряющая стороны процесса купли-продажи. Главное, что честных продавцов ими не напугаешь. Место в рейтингах – странный предмет. Вроде бы важно, а вроде бы нет. На этот раз свежая статистика может порадовать псковичей. В национальном туристическом рейтинге наш регион занял 48 место. Цифра страшная, а ситуация вполне благоприятная. Псковская область таким образом вошла в серебряную группу списка. Значит, имеет хорошие показатели по целому ряду параметров. От уровня преступности до экономической роли туризма в субъекте. Но когда уже эти показатели станут отличными? Столько денег вложено в развитие сферы. Реконструкции, реставрации транспортной инфраструктуры. Включение памятников церковной архитектуры в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Новые туристические, в том числе гастрономические маршруты. Новые форматы праздничных мероприятий в регионе. Что мешает обрести мифической туристической привлекательности, реальные черты и выйти на новый уровень? Судя по последним новостям, собачье дерьмо. Случилось тут в Пскове крещенская оттепель с ливнем и мокрым снегом. Последние сугробы растаяли, и в парках стало находиться неприятно. Воняет и опасно. Можно поскользнуться и упасть прямо в чью-то заботливо оставленную кучу. Туристы или местные значения не имеет. Какашек на всех хватит. Лучше бы наверного фонда было в таком же достатке. Как сказала известный представитель турсферы региона Гелена Самохвалова, чистота повышает туристическую привлекательность региона. С этим нельзя поспорить. Но как добиться порядка на улицах? Кому заплатить? Или виной всему еще один мифический персонаж, из которого часто делают козла отпущения? Менталитет. Я видела российские города гораздо чище Пскова. Видимо, в них живут другие русские. Другого объяснения у меня нет. Близость к Европе, заграничная аккуратность и комфорт, до которых рукой подать, никогда особо не мотивировали псковичей донести фантик до мусорки или не ломать арт-объекты. Нынче при Балтеном тем более не указ. Свои чистомены и чистовумены не становятся народными героями и примерами для подражания. У меня есть соображения, почему в Пскове грязно, почему у нас принято гадить, крушить и ломать. Во-первых, виной тому низкий уровень жизни населения. Маленькие зарплаты, ограниченные карьерные возможности формируют определенную жизненную установку людей. Так мы получаем общество, которому на все наплевать. Вторая причина неисправимого срача – большое количество приезжих. Им до фени, какие достопримечательности, в каком там списке, что за привлекательность области и кому она вообще сдалась. Эти люди приехали со своими интересами, обычно для того, чтобы уехать куда-то дальше. Из райцентра, в Псков, отсюда, в Питер или Москву. Как насаждать культуру среди псковичей и надо ли это делать? Риторический вопрос. Глядя на происходящее вокруг, лично мне не верится, что можно что-то глобально изменить. Да и не стоит. Пусть останется в регионе своя изюминка. Не всем же быть образцовыми. Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз, узнаете через неделю. Дебри Шутинг